Все дети старше 16 лет и взрослые, и родители собрались, чтобы послушать нашу передачу. У нас в гостях, на самом деле, если скажу, мой любимый, люди подумают сразу о нестандартной ориентации. Саша Потавин, Александр Вячеславович, главный аналитик компании РГС Управления Активами. Саша, привет. Привет, Александр. Всем огромный привет. Это Охота на Герчика, 6510996. У нас прямой эфир. Звоните, задавайте вопросы. Александр, на самом деле, Саша, один из немногих аналитиков, кто действительно торгует, сам этому свидетель и управляет своими собственными активами. Помимо того, что дает еще хорошие рекомендации, известен также потому, что давал огромное количество рекомендаций в прямом эфире. В сервисе Лиса у вас такой был. Да. И ты давал прямо там целый день, были рекомендации, где что, как и покупать. Да. Ну вот я тебя, в принципе, давно не видел. Курсовел еще. Мы давно, почему ввел, ведешь? Нет, уже пришлось завязать немножко, кстати, потому что другая работа сейчас. Более занята? Более занята, да. Ну хорошо, вот в принципе, задача твоя заключается в том, что ты, сначала возьмем две части твоей работы. Первая часть, это ты даешь рекомендации, правильно, в компании, то есть я так понял, что активы у вас огромные. Да. Вот цифры не будем называть, это, наверное, кому-то интересно, кто захочет посмотреть, посмотрит. Компания большая. И вторая ситуация, ты там занимаешься своим собственным портфелем, там, в свободное от работы время. Обычно, когда ты даешь рекомендацию, на чем базируется, на чем основана твоя рекомендация? То есть это сугубо техника, фундаментал или техника плюс фундаментал или какой-то другой потусторонний факт? Вот техника плюс фундаментал, потому что, когда речь идет только, заходит только о технике, ну все-таки вот такие вещи, как торговля там по тренду, там от уровня к уровню, еще бывает очень много всяких ложных выпадов, заходов, пробоев. И это зачастую выматывает, раз, психологически, ты на этом получаешь убытки, два, а когда ты знаешь, что да, вот фундаментально какая-то, допустим, акция там очень хорошо смотрится, плюс к этому твое видение вот этой вот ситуации в компании, оно подкреплено еще графически, ну, на мой взгляд, это самый оптимальный вариант, который должен присутствовать на рынке. Потому что фундаментальный анализ, оно, конечно, более сложный анализ, потому что может любой начинающий почувствовать себя гору рынка, прочитав одно-две книжки, там за два месяца, посмотрев на графики, прослушав курс, и он считает, что уже все он овладел. Потому что фундаментальный анализ, он, конечно же, надо более кропотливо сидеть, изучать балансы, смотреть, откуда какие там финансовые потоки, куда идут. Но это более трудоемкая вещь, и зачастую у многих просто не хватает ни базообразования, чтобы это осилить, ни просто желания, потому что это надо долго сидеть. Лучше посмотреть на графики и сделать какую-то операцию. Я считаю, что все-таки должно быть на рынке симбиоз, когда, ну, вот, и на график надо посмотреть, и посмотреть, что реально за компанией стоит, чтобы оценить вообще перспективы. А не уводит ли тебя график в какую-нибудь нехорошую сторону? То есть не получится так, что ты будешь последним, кто купил на росте или зашортившим нападением? Как ты считаешь, текущая цена, не будем брать исторические графики или график будущего, который невозможно предсказать, но текущая цена, насколько сильно она отражает фундаментал? Я скажу тебе просто свое мнение. Я считаю, что все заложено в цене. И фундаментал, и когда бумагу медленно потихонечку начинают скупать, и когда в ней происходит какой-то катаклизм, то есть это все отображается в цене. Например, и когда обычно, например, симитин тупал 40-50%, к примеру, да, вот как в Америке бывает, потом может выйти какая-то новость. То есть это действительно, скорее всего, уже было заложено в цене. Такое было с Эпплом. Эппл начал падать с 720 долларов еще до того, когда, в принципе, пошли новости о том, что замедляется экономический рост, что компания не будет столько продавать, что нет. И потом действительно, когда вот уже все эти новости вышли, то имитент стал разворачиваться. То есть на самом деле новости были заложены в цене. Вот твое мнение. Ну, да, я понял твою мысль. Ну, не все так, мне кажется, красиво, как ты описал. Нет, нет, я не описывал вообще, я сказал, это сугубо моя точка зрения. Да, ну вот я считаю, что все-таки, когда ты покупаешь какую-то компанию, все-таки ты входишь в акции, да. В акции компании ты вошел, ну, ты, бывает очень часто, когда ты вошел, и вот рынок там против тебя пошел. То же самое вот у нас было, когда мы покупали акции, допустим, Ростелекома. Покупали мы его, видишь, что какая там цена выкупа акции будет, что за компанией принципиально ничего плохого сейчас нет, что фундаментально бумага должна стоить дороже, хотя бы ближе к цене выкупа. А ее продолжали продавать, вот буквально там 2-3 недели назад, ее причем агрессивно потолкали вниз. Ну, казалось бы, мы на этом покупали, потому что за компанией ничего не стоит, а фундаментально она по технике смотрится вниз, а фундаментально она сильная компания, Ростелеком, да. И после этого, когда, да, было достигнуто какое-то дно, наверное, те, кто хотел, так скажем, купить под выкуп акции дешевле, они это сделали. После этого, буквально за 3 дня, акция вылетела вверх на там 15%. Тогда вопрос другой. Я абсолютно согласен с тобой. А кто-то, обязательно кто-то сливал имитент, не имеет значения, что было заложено. Вопрос в том, что сколько было потеряно с момента покупки до момента, пока она развернулась. Не все могут сидеть и пересиживать убытки. И такое было не только в Ростелекоме, да. Вот, например, все там о Газпроме говорят. Газпром, Газпром. Вот он шел 140, 130, 120, 110, 107. И миллион людей, на самом деле, утверждают, что фундаментально, да, компания, все у них хорошо. Сначала 145, это минимум ниже, который не пойдет. Такого не может быть вообще, представляешь, народная компания, потом 130, 120 и так дальше. Да, да, да. Но фундаментально, опять же, просто Газпром подтверждался фундаментальными факторами, когда компания откровенно проспала газовую революцию сланцевую, которая была в Америке. И потенциально, вот, к сожалению, из нее продолжали выходить инвесторы, не веря в то, что компании Газпром удастся сохранить свое лидерство. Вот, и поэтому все текущие новости, которые выходят, они, по сути своей, уже только лишь способны отвоевать часть потерь по этому имитенту. То есть, по сути дела, ты частично согласен, что новость заложена в цене. Вот иногда бывает, знаешь, как зачастую, так что, ну, вот у нас же очень рынок-то, на российском рынке акций можно заработать хорошую прибыль только тогда, когда ты торгуешь, когда ты маркетмейкер в каком-то сегменте или когда ты торгуешь на инсайде. Правильно. То есть, портфельщики, на самом деле, если взять последние пять лет после кризиса 2008 года, портфельщики все проигрывают. Да, по сути своей, да, потому что вот даже если взять, вот, если положить, условно говоря, там, в 2006 году деньги на депозит в банке с ежегодной рекапитализацией, значит, к настоящему моменту, допустим, даже к 2012 году, значит, сумма на счете должна увеличиться вдвое. Если взять то, что то же самое индекс МВБ, сейчас мы торгуемся, фактически, индекс МВБ находится на уровне 2006 года, то есть там 1400 пунктов, если сделать то же самое привязку с таким же процентами по депозитам, как сейчас, то есть, в принципе, 2800 у нас должен индекс МВБ стоить, чтобы не проиграть депозиту без рискового инструмента, вот, поэтому, а с учетом того, что сейчас портфельные управляющие в основном могут только перекладывать там из одной в другой, поэтому у нас большой экспозиции нерезидентов на Россию нет, на, собственно, деньгах мы далеко вверх не уходим, как известно, вот, поэтому вынуждены... А причины, причины входа зарубежных денег сюда нет? Нету. Никакой? Экономика слабая, вернее, она прекратила рост, когда цены на них прекратили рост. У нас и, на самом деле, никаких причин для того, чтобы сюда заходили иностранные деньги. Иностранные деньги, ты знаешь, глобальные фонды, да, мы с тобой даже работали в одной фирме, глобальные фонды заходят всегда по нескольким причинам. Первая причина — это экономический рост, когда деньги полезли в Венесуэлу, Пакистан, Южную Америку, Китай, Корею, деньги идут туда только потому, что есть экономический рост. Абудаби взять, та же самая нефтяная страна, нефтяная страна, я думаю, почему, вот они в середине года... Эмираты, да, эмираты рванули очень сильно. Да, почему, я думаю, ну, казалось бы, нефтяная страна, нефтяная держава, в России минус, там, 12% по индексу ОМБ, ну, там они, там, плюс 30%. Почему? Нефти там, нефти здесь. Вот мы как раз, сейчас у нас пойдет вторая 12-й минутка, давай, ты на самом деле затронул очень хорошую тему, даже не только эту тему, а тему даже, я думаю, мы продлим с тобой, почему бензин стоит доллар в России, и в Объединенных Арабских Эмиратах он стоит 10 центов за литр. Там вообще цены, ну, без заколонки нет, без заправки. Заправили все. Потому что там у них цены на нефть, а на бензин стабильны в течение 10 лет. Да. Дорогие друзья, Александр Потавин, главный аналитик РГС Управления Активами, 6, 5, 10, 9, 9, 6, прямой эфир, перерыв на новость. Дорогие друзья, добро к нам пожаловать. Саша, мы уже начали. Выписываешь? Нет, нет, я слушаю, когда ты начнешь. Дорогие друзья, Александр Потавин, главный аналитик РГС Управления Активами у нас в гостях, 6, 5, 10, 9, 9, 6, можно назвать так, аналитик-трейдер. А мы начали с тобой, да, звоните поактивнее, задавайте вопросы. Саша один из немногих аналитиков, который торгует свои собственные счета, поэтому я думаю, что он более чем адекватен в том, чтобы дать какой-то совет. Мы начали с тобой говорить за цены, за цены образования. Как ты говоришь, на Объединенных Арабских Эмиратах нет цены на бензин, и в России больше доллара уже на заправке. Ну, там нет цены на бензин, потому что все приезжают в заправки, и цены не меняются, вне зависимости от внешнего контур рынка, они на внутреннем рынке не меняются. Все знают, сколько цена стоит. Это также на Венесуэла, Саудовская Аравия, да. Поэтому, а у нас, видишь, немножко другая политика. Ну, у нас в том, что в ценообразование бензина, она включается там на 45 или 50 процентов, это налоги. Налоги, которые идут в бюджет государства. Государство у нас бедное, вот, не хватает денег вечно, ну, поэтому приходится включать. И, тем не менее, видишь, государство хочет привести общие цены на газ к европейскому уровню. Ну, сейчас уже от этой идеи потихонечку начали отходить, потому что нет никакого преимущества. Преимущество любой страны, мы сейчас, конечно, немножко от тренинга отойдем на 2 секунды. Преимущество любой страны заключается в том, чтобы продавать на внутреннем рынке товары, которые сделаны в своей собственной стране по низкой цене. Например, как лимоны, которые дают там 6 урожаев в год, в Израиле ничего не стоит. Или бананы, или еще что-то. А у нас получается, что все, что производится в России... Это все, что Испания будет продавать свои помидоры на внешнем рынке по цене российских, которые на подмосковных фермах выращены. Почему мы должны продавать газ в России, внутри России по ценам внешнего рынка? Вот Америка так не делает. Она же говорит, что то Асланцевая революция, которая была, которая обусловила падение цен на газ внутри Америки, она говорит, что это наше конкурентное преимущество. Мы на этом... Сами будем строить свою экономику. Совершенно верно, да. Мы почему-то подтягиваем. Ну вот, видишь, все опырается опять в... Давай поговорим о твоем непосредственном роде деятельности, то, чем ты занимаешься, и то, в принципе, то, в чем ты хорош. Вот я так понял, что была у тебя недавно рекомендация по акции «Магнит». Да, была. И ты сказал, что практически 90% рекомендаций, которые ты делаешь, это часть фундаментала, часть технический анализ. То есть ты сначала фундаментально. Саша, понимаешь, в чем дело? Я даю рекомендации не так часто. То есть у меня там смотришь там сайты некоторых инвестиционных компаний, не будем говорить каких. 20 раз в день меняется. Их на рынке очень немного, и они все друг друга знают. Смотришь там рекомендации по этому, по этому, по этому, по этому. Там эмитентов много, буквально там на следующий день уже изменения. Там что-то там по технике, там одна кривая с другой пересеклась, все. Там это продаемо, то, что вчера покупали. Вот, там полпроцента заработали, нам хватит. Сейчас будем следующую искать модель. Нет, так они зарабатывают по полпроцентам, но результат суммарный, минус. Ну, просто я считаю, что многие компании, они недостойны того, чтобы на них зарабатывать полпроцента. То же самое там «Транснефть», «Магнит» взять, там какие-то. Ну вот «Магнит». Я не думаю, как бы, что наши радиослушатели сейчас обычно едут в машине и слушают. Я не думаю, что они включили радио и сидят и слушают нас возле своих компьютеров. Но «Магнит», какова идея была по «Магниту»? Ты знаешь, по «Магниту» очень хорошая идея. Просто бизнес настолько отлажен, что открытие новых магазинов и завоевание новых рынков, такое экстенсивное расширение, оно, в принципе, компании ничего не стоило. То есть, у компании расширял за счет собственных средств уровень кредитной задолженности. Если рост, то очень незначительно по сравнению с объемами открытия магазинов. Поэтому, в принципе, честь и хвала. Потому что я вижу, что в тех местах, где раньше были, ну они же как, они сначала завоевали юг России, потом начали перемещаться в среднюю полосу России, Урал там уже пошли. Но они очень сильно представлены из Сибири, Сибири, Омск, Новосибирск. В регионах, кроме Москвы и, может быть, Санкт-Петербурга. А я не думаю, что им даже надо это. Ну да, если деньги есть, то, в принципе, везде можно сходить в магазин. Просто они, я думаю, что появляются там, где на региональном уровне есть еще магазины типа «Сельпо». Знаешь, когда там полупустые прилавки еще доставшиеся, чуть ли не советских времен, торговля через прилавок покупатель-продавец, вечная очередь, несвежие товары и все остальное. Но я тебе скажу честно, что я несколько раз, вот я у своего друга часто бываю в Омске, магнит там представлен, да, они имеют несколько больших. Я бы не сказал, что у них супер качество товаров. Нет, нет, это регионы. Да, у них огромное количество товаров, конечно, действительно. Они там на такие маленькие мини-ошаны и мини-метры. Вот, да. А что такое оошаны? Это оошаны, так скажем, с товарами низкой ценовой категории. То есть, а, невысокие наценки, б, высокая проходимость, товар, повседневный спрос. У оошана и у метра есть один большой плюс. На чем они зарабатывают? Они зарабатывают объемами. То есть ты идешь, если, например, ты в магните можешь купить упаковку яиц 10 штук, то в Ашане ты не возьмешь такую упаковку. То есть ты будешь покупать там 3 пачки, да, или 4 пачки. Вы недавно заходили, там с товарищами были. Ну, я смотрел, в Ашане был там набор для рыбок. Если в магните можно купить один набор для рыбок, да, например, к пиву, то в Ашане продают 3-4 упаковки. То есть 3-4 штучки в одной. Да, там цена ниже, но штучный товар меньше. Нет, это ты с метра путаешь. Ну, метра вернее, да, метра. Метра, потому что в Ашане там все прям... А, метр, да, метр там, да, там обязательно надо мини-партиями убрать. Ну, если большая семья, на самом деле там выгода очень серьезно чувствуется. Но чек, чек. Вот вроде идешь за теми же самыми продуктами, чек выше. Потому что ты изначально покупаешь продуктов больше, чем тебе надо. Ну, вот я уверен, что когда ты принимал решение по поводу того, чтобы дать рекомендацию на магнит, ты, наверное, их там связывал. Кто у них в сегменте? Ну, из публичных. Дикси. Ты знаешь, ну, да, Дикси. Но вот, видишь, как мы посмотрели, допустим, аналогичные компании из сектора, посмотрели, что то же самое, допустим, французский крупнейший, второй в мире по величине ритейлера. Carrefour, он стоит там по мультипликаторам чуть не в два раза дешевле. Магнит дороже. Почему? Потому что, в принципе, на российском рынке акций за последний, может быть, год-полтора произошла такая вот фрагментация спроса. То есть, если раньше мы там до кризиса 2008 года росли так скопом все, значит, начали там заходить сначала нерезидеты в первый эшелон инвесторы, потом буквально там через несколько дней подтягиваются они в второй эшелон, как правило, все уходит выше, 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 там все. А сейчас в связи с тем, что неравномерное распределение финансовых потоков идет, неравномерное получают компании прибыли, одни рисуют в себе убытки по итогам 2012 года, другие прибыли не знают каким карманом рассовывать. Прошла такая вот фрагментация спроса инвестиционного. Какие-то компании продолжают пользоваться спросом, а какие-то, к сожалению, пока стагнируют на дне, там, типа металлургов и энергетиков. Магнит знаешь, кого напоминает на самом деле? Они ничего нового не придумывали, они очень напоминают по структуре Старбакс. То есть эти идут везде. Задача одна – это убить бизнес другим, потому что на самом деле магнит в регионах убивает бизнес очень многим таким маленьким игрокам. Им целепо таким. Да, они убивают, даже тем, кто перепродает в больших количествах, они просто убивают бизнес. Это огромный у них свой автопарк. Они напоминают очень сильно Старбакс. Потому что Старбакс в свое время просто на улице, чтобы закрыть бизнес всем, открывал по 3-4 магазина. Задача предельно простая, цифра смешная на самом деле. Я думаю, что у магнита приблизительно такая же цифра, может побольше чуть-чуть. У Старбакса где-то в районе 20% всего прибыльных магазинов, прибыльных кафешек. Все остальное – это нули или маленький минус. То есть задача просто предельно простая. На что смотрят инвесторы? Магнит в следующем году, к примеру, открывает 200 новых магазинов. Это и играет фактор. Так это или не так? Это вопрос к тебе, как к профессионалу. Это, безусловно, играет. Но всегда, допустим, аналитики анализируют количество открытых магазинов, которые заявляет компания, с тем количеством магазинов, которые реально открывают. Раз. Во-вторых, смотрят продажи. Like-to-like. То есть год к году смотрят, насколько продвинулись. То есть не получается ли так, что компания, как у меня сейчас ребята, которые были в регионах, они рассказывают, что Магнит открывает магазин в какой-то, знаешь, такой вот сельской глухомане, где там, условно говоря… 10 тысяч человек. Да, то есть там в магазине трое продавцов и один покупатель днем. Не получится так, что за счет такого экстенсивного расширения компания получит все-таки потом рост долговой нагрузки и снижение уровня рентабельности продаж. Не, ну понятно, есть же, в принципе, факторы, по которым все это можно оценить, фундаментальные факторы. Это общее количество продаж и маржа, по-простому. Если действительно общее количество продаж растет, но маржа, то есть чистая прибыль на самом деле падает, это значит, что компания где-то, там большая, вернее, маленькая течь топит большой корабль, то, скорее всего, где-то были просто приняты неправильные решения. Потому что у них стандартная маржа, у всех практически. А поэтому вопрос опять тебе. Почему был Магнит выбран? Потому что у нас не Америка, Саш, у нас нет возможности выбрать там, допустим, как в Америке, там есть и ГЭП, там есть и ГЕС, и все остальные американские. Да, 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 какие-то сетевые, крупные, состоявшиеся уже сети, среди которых ты можешь выбрать аналогичные. У нас есть Магнит и все остальные. Ну, Магнит, Магнит за несколько... Дикси есть, но, допустим, у каждой компании есть... Меньше, чем за год, больше, чем удвоился. Да, совершенно верно. Ну, акции, по крайней мере. Да, акции, да. Акции с начала года выросли там на 30, по-моему, с лишним процентов. Да, меньше, чем за год, вот я просто смотрю график прямо передо мной, с июля, июля как раз 8-го числа, когда больше, чем удвоились, больше. Ну, смотри, какая вещь, просто дело в том, что когда я был на встрече с вице-президентом Магнита по связям с инвесторами, он говорил о том, что Магнит готов в России открывать магазин местного уровня. Ну, это, в принципе, интересная вещь, о чем говорят именно менеджмент компании. Я думаю, что для этого надо уделить время, там, больше, чем у нас есть. То есть у нас сейчас будет 3-я 12-й минутка пойдет, и я хочу, чтобы ты конкретно вот разговариваешь. На самом деле это интересно, потому что многие наши люди хотят заниматься фундаменталом, но они не понимают, что насколько глубоко, к примеру, занимаешься им ты. Поэтому я бы хотел, чтобы в 3-й 12-й минутке ты как раз рассказал вот о этой встрече. Это, на самом деле, интересно будет, потому что часто приходят трейдеры, и мало кто может рассказать о фундаментале, как можешь рассказать о нем ты. Дорогие друзья, Александр Потавин, главный аналитик РГС Управления Активами. У нас перерыв на новости, возвращайтесь к нам. Дорогие друзья, Охота на Герчика, 6, 5, 10, 9, 9, 6, прямой эфир. У нас Александр Вячеславович Потавин, главный аналитик компании РГС Управления Активами. Саша, еще раз приветствую. Привет, Александр. Вот ты сказал, перед тем, когда вы принимали решение по поводу того, чтобы рекомендовать, например, Магнит, ты встречался с вице-президентом по связям с общественностью. Ну да, была встреча. В частности, он тебе очень часто в Америке, я поэтому хотел эту тему, чтобы ты рассказал, на что обращать внимание, какие задаются вопросы, потому что в Америке, когда какой-то крупный фонд хочет проинвестировать сумму, например, эта сумма может доходить, если в декларации прописано иногда, до 10% от портфеля. Если у тебя, естественно, там миллиардный портфель и хотят, например, проинвестировать в компанию 100 миллионов долларов, это понятно, что для Apple 100 миллионов долларов небольшие деньги, но есть компании, для которых 100 миллионов долларов там могут существенно поднять цену акций. Поэтому очень интересно будет, как была встреча, какие задавались вопросы и какие были получены ответы. Нет, просто есть возможность у аналитиков профильных, хотя не профильный аналитик, приходится заниматься всеми отраслями по чуть-чуть, потому что у нас, мы не инвест-компания, мы управляющая компания, у нас нет возможности держать, допустим, там в штате аналитиков отдельно по телекомам, отдельно по нефтянке, по металлургии, по потребительскому центру. Нашли тебя, у такого, универсала. Нашли. Так вот, была встреча интересная вот с представителями компаний потребительского сектора, там и аптеки 36,6 были, и магнит был. Ну давай сначала о магните, потом 36,6, заодно радиослушатели смогут получить какие-то рекомендации в дальнейшем по тому же магниту или по 36,6, или интересующая тебя на данный момент какой-то акции. Кстати говоря, на 36,6 с представителями компаний я так и не попал, потому что пока я был на магните, пока я был на Синергии, там и на, там, по-моему, кто-то еще был, этот, господи, компания, которая занимается ресторанами, как же она называется там, Россинтерпол, да? Я третий эшелон вообще не знаю. Вот, я просто так получил, что представители компании 36,6 уже ушли, потому что на них никто не пошел из аналитиков, никто не хотел, захотел с ним встречаться. Да, а все масса народа шла, естественно, на магнит, жалко, что не было дикси, конечно же. Вот, и, в принципе, там вот вице-президент, как раз, по-моему, англичанин, то ли американец, ну, по крайней мере, на английском языке он там вел презентацию свою, говорил о том, что мы готовы открывать магазины в формате у дома в населенных пунктах с численностью потребителей где-то порядка, по-моему, 4-5 тысяч человек. Ну, это даже не микрорайон, это несколько домов, по сути дела. Да, по сути, да, то есть, ну, это такой вот небольшой квартал. То есть, они хотят перебить бизнес маленьким, как называемым папой-мамой. Да, то есть, мелким-мелким-мелким, да, потому что за счет чего? За счет того, что у них уже отлажено все, у них есть колоссальные скидки с учетом того, что это сеть на продукты питания. У них очень много, во-первых, своего, под своим брендом есть. Свои, которые там овощи, они там свои фрукты выращивают, вот. И гипермаркеты, они готовы открывать вот то же самое в городах, в населенных пунктах с численностью, там, 40-45 тысяч человек. Ну, таких городов десятки тысяч в России. Да, поэтому мы, когда пытались вот оценить, когда же, вот, предел, предел роста экстенсивного вот этого магнита, мы так, примерно, вычислили, так вот, с учетом текущих темпов роста, где-то вот они должны, там, течение, там, еще полутора лет, я думаю, что уже потом уже все, уже, уже, по, вот, уже они закроют все более-менее, более-менее значимые населенные пункты. Они станут просто по-простому конгломератом, который будет зарабатывать, там, 8-9% на свою маржу, и просто будет компания, которая огромная, но очень медленно растет, которая рынку не интересна. Да, как Walmart, то же самое. Она выросла до определенных размеров, она же тоже была изначально маленькой. Walmart General Electric, это компания, которая становится конгломератами огромной, и они просто никуда не растут, потому что темпы роста никакие. Темпы роста уже какие, за счет чего? А насколько сейчас они, то есть вы просчитали где-то, что у них есть, там, год-два, примерно, да, полтора? Да, так, да. Для того, чтобы занять эти... Совершенно верно, да. А откуда у них столько денег? Ну, во-первых, у них за счет собственных средств, они очень много делают, бизнес открывают. Вот, кредитная нагрузка есть, но она не... Она сколько большая? Слушай, ну, о памяти я не помню цифры, но она не критичная. То есть там, может быть, долг EBITDA, там, меньше единицы. То есть, по крайней мере, ну, для ритейлера это ничего. Вот. Или близко к единице. Я боюсь сейчас, так скажем так, ну, по крайней мере, невысоко по сравнению с другими ритейлерами. Вот. С тем же самым, там, X5 Retail Group, там, или Dixie. Вот. В целом, в целом компании, я говорю, что вот мне очень понравилось, что они такие уверенные в себе, и то, что вот они говорят, что у них есть пока еще потенциал, и они сами видят потенциал еще, там, чуть не на десятилетие вперед по развитию. Ну, мне кажется, все-таки, с учетом того, что численность населения России за последние годы все-таки сокращается. Ну, не в большом. Да. Поэтому, и плюс к этому сейчас видишь, какая напряженная ситуация. Сейчас все-таки в стране, по сути своей, идет уже рецессия. Темп роста ВВП России, они хоть и не пришли в отрицательную зону, но, тем не менее, мы уже, там, три или четыре квартала подряд ВВП снижается. Вот, там остается только вот формально завести его в отрицательную зону относительно прошлого года, и мы уже там. Вот, поэтому на этом фоне, я думаю, что доходы населения, плюс к этому сейчас, видишь, рубль девальвировался немножко там на пять процентов, но, тем не менее, все равно это по импортным товарам это ударяет, по каким-то, может быть, валютным кредитам и все остальное. Поэтому, я думаю, что все-таки удорожание продуктов питания, оно будет как-то связывать потребительскую активность, и вот рост цен на продукты питания, он будет негативно связываться на уровнях товарооборота. Поэтому, вот в этих условиях, я думаю, что все-таки часть бизнеса, мы увидим вот темпы развития ритейлера, магнит, допустим, то же самое Dixie, они существенно вот в этом году, во второй половине этого года будут существенно ниже, чем в первом половине. Мне кажется так. Но, например, если задать конкретный вопрос с текущих уровней, ты бы ничего не делал, покупал или продавал? Ты знаешь, Саш, я верю в такой фактор, как сезонность все-таки. Я надо просто проанализировать фактор сезонности в акциях наших ритейлеров, в частности магнита. Надо просто посмотреть, как мы себе, как акции вели себя вот в предыдущие года. Вполне возможно, часто бывает так, что после весеннего взлета акции летом уходят в консолидацию. И после этого уже там ближе к октябрю-ноябрю, вот обычно там под ноябрьские, под декабрьские праздники, акции еще показывают новый годовой максимум, поскольку потребительская активность населения ближе к концу года, она начинает увеличиваться там под праздники, народ закупает, все такое. То есть я думаю, что вот этот вот фактор надо учитывать. То есть сезонный фактор очень сильное влияние может оказать в моменте. Да. А из ритейлеров, например, там вот Dixie, XPI… Ну, плюс к этому, компания же каждый месяц публикует оперативные данные по оперативной своей деятельности. Из него видно сразу, по крайней мере, не столько, допустим, финансовые какие-то результаты, а вот именно там уровень продаж, там все такое. Вот это, я думаю, тоже очень важно. Количество открытых магазинов, закрытых магазинов, то есть вот это сопоставление, оно тоже дает понимание на то, на что стоит рассчитывать в плане бухгалтерской финансовой отчетности. А когда ты начинаешь смотреть за компанией для того, чтобы там вы построили позицию, да, сколько приблизительно у тебя времени уходит на то, чтобы ты там от самого начала до именно выпуска самой рекомендации? Приблизительно сколько времени? Ты знаешь, у меня просто база имитентов есть, я ее сам веду, и поэтому у меня какие-то интересные вещи себе, то есть у меня есть база имитентов там по новостям, по отчетности, по корпоративным каким-то событиям, вот. И я когда вижу, что что-то происходит интересное в компании, я сразу эту новость себе отдельно откладываю, называется, у меня такой разделчик есть, называется инвестиционные идеи, там их немного, вот. Ну, где-то раз, может быть, там в две-три недели одна появляется, что в какой-то компании интересная какая-то вот вещь проходит, что вот да, вот здесь вот... Да, то есть, допустим, прошло там совещание сайта директоров, на котором было решено, там, допустим, принято решение на следующий год увеличить дивидендную политику на столько-то процентов, или пересчитать ее таким-то образом, или, допустим, какую-то открыть программу по выкупу собственных акций с рынка, или там ожидается слияние поглощения с таким-то оператором, или, допустим, выход из такого-то бизнеса, переход в более высокий маржинальный, допустим, сегмент. Вот, ну, какие-то такие события, которые могут... То есть, сначала тебе что-то цепляет, и потом ты начинаешь смотреть. И потом я уже эту тему, уже зацепив ее, я начинаю ее развивать, разматывать и посмотреть, а сопоставляется ли текущая вот эта новость с графиком, нет ли там ничего такого, что стоит обратить внимание. Допустим, акция все время... Новости корпоративные выходят, да, а потом, допустим, акция потихонечку плавненько, без объемов так вот сползает или просто стоит на месте. И потом, когда первый объем проходит, соответственно, ну, наверняка, раз, там, допустим, это второй, там, третий эшелон, наверняка это не короткие позиции, наверняка это какой-то инвестор зашел. Если хороший объем проходит, да, то ты, наверное, на локальной коррекции вниз будешь тоже самое присоединяться к этому росту. То есть, кто-то тоже, кто-то большой тоже оценил. Ну, какая цифра или вообще что для тебя является точкой выхода, потому что, например, там, когда человек торгует технически, да, у него сугубо по технике, например, какие-то уровни или еще что-то, какая-то цифра, какая-то привязка есть. Но так как ты заходишь в фундаментал плюс техника, то, наверное, ты ожидаешь какую-то цифру, которая, например, имитент должен вырасти, например, ты магнит взял по одной цене и ты говоришь, там, у него upside 30%, я буду сидеть до таких уровней. То есть, это технический уровень или это какая-то цифра, которую ты высчитал каким-то путем, например, сказал, что там через 6 месяцев у нее должно быть то-то, 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 естественно, по цене она должна стоить там EPS умножить на какой-то мультипликатор. Ну, бессмысленно, когда акция выходит на новый, допустим, ценовой уровень, бессмысленно строить там уровень Fibonacci, смотреть там 161%, там куда-нибудь туда, там плюс еще там полторы цены прибавлять, ну, это, мне кажется, так отлукаво все настолько, вот, поэтому... Вот я и хотел, я просто хочу узнать, чтобы, какая цифра, что для тебя является точкой выхода? Точкой выхода по тем акциям, которые уже проторгованы с понятными уровнями, которые уже были у них когда-то на графике, ну, допустим, акции транснефти тоже самое взять, была рекомендация сократить их там в районе там 76 тысяч рублей, потому что, в принципе, ну, это уровень, куда акция билась уже два раза, она третий раз сейчас подошла за последние там 4 года. Вот, к этому уровню мы подходили уже неоднократно, и после этого нас резко осаждали. Вот, ну, а почему бы нам в этот раз, но не полностью, потому что еще раз говорю, за транснефтью, да, там есть какое-то интересное, допустим, движение, вот, фундаментал, там, повышение дивидендов, изменение дивидендной политики, там, тариф на перекачку нефти, все такое там, вот, какие-то новые проекты, интересная бумага, вот, и, в принципе, она должна стоить еще выше. То есть транснефть, ты думаешь, будет еще выше? Ну, вот она, еще раз говорю, вот, опять же, здесь упирается вопрос, опять же, в технику, то есть фундаментально, да, а по технике, вот здесь вот мы выходим частью активов, если продолжает рост, то у нас пока нет еще что-то. Идет последняя финальная 12 минутка, 10 минутка, я хочу как раз, чтобы мы поговорили, потому что в последнее время, я уверен, ты читаешь, пошло огромное количество разоблачителей технического анализа, вот, у нас через неделю как раз будет такой товарищ придет, ну, у нас огромное количество в последнее время людей, которые говорят, что технический анализ – это фуфел, но, тем не менее, ты говоришь, вот, там, уровни, три разобились и все остальное. Я как раз следующий, так как ты, помимо аналитика, ты трейдер, и трейдер неплохой, я сам видел, как ты торгуешь, я хочу, чтобы мы как раз поговорили о техническом анализе. Дорогие друзья, у нас Александр Потавин, главный аналитик РГС управления активами, и мы после новостей. Добрый день, дорогие друзья, Потавин Александр Вячеславович, главный аналитик компании РГС управления активами в гостях у Александра Герчика. Саша, еще раз приветствую. Да, 6, 5, 10, 9, 9, 6, сегодня, видно, какой-то понедельник, температура прибила на рот, и у нас нет звонков, обычно есть звонки. Значит, давай поговорим о техническом анализе. Последнее время, я уверен, что ты читаешь, огромное количество людей пытается, начиная от Леши Майтрейда и заканчивая всеми остальными, или начиная от других и заканчивая Леши Майтрейда, пытается разоблачить, говорят, что технический анализ не работает, просто будет отдельный гость. Я, в принципе, подготовился как раз к следующей передаче через недельку, чтобы как раз поговорить о графике, что такое технический анализ. То есть технический анализ – это какое-то заблуждение, потому что люди, которые говорят, что технический анализ – это бред, утверждают, что фигуры технического анализа обыкновенной не работают. Работает как что-то другое, то, что они не могут объяснить, это их восприятие рынка, но это не называется техническим анализом. Как человек, который в индустрии очень много лет. Это я говорю о тебе. Сколько ты лет в индустрии? С 1994 года. Восемнадцать? Восемнадцать лет. Восемнадцать лет – это побольше, чем я, и срок, на самом деле, это очень серьезно. Что ты, и учитывая, кстати, что ты трейдер, я так знаю, торгуешь, когда ты торгуешь собственные средства, только техника, что ты можешь сказать в защиту технического анализа? Ну, смотри, это просто самый простой способ, когда можно что-то выцегонить из рынка, понять, куда он пойдет. А что, я почему тебе говорю, я с тобой тоже согласен, я торгую только по техническому анализу, только по технике, да, использую там какие-то простые фигуры. Люди утверждают, и огромное количество статей было, что вот вам график, покажите, куда он пойдет. Тем не менее, тем не менее, эти же люди, которые это утверждают, они делают точно такие ошибки, как все. То есть, что значит ошибка? Это отрицательный трейд. У этих людей также есть отрицательные трейды. Они также теряют деньги на рынке. И поэтому я считаю, что это неправильно говорить, что что-то работает, а что-то не работает. Если бы человек, который не торгует по техническому анализу, показал мне 100 сделок и 100 сделок, он бы был в прибыли, тогда я действительно бы сказал бы, да, ты как-то по-другому торгуешь. Конкретно что для тебя это? Ты знаешь, Александр, я просто в свое время понял, что, как я уже говорил в самом начале нашего эфира, о том, что на рынке бывает много всяких ложных движений, каких-то комбинаций, которые не описаны в учебниках, которые сложно к чему-то привязать. С одной стороны, это падающий тренд, с другой стороны, это растущая формация в рамках падающего тренда, или все-таки это боковая консолидация в рамках какого-то там мега-долгосрочного движения. Поэтому каждый, глядя на график, один видит свое. Один видит, что это отскок, другой говорит, что это на самом деле не отскок, а просто, скажем, мини-коррекция, еще что-то такое. И этим это хорошо, потому что именно поэтому все торгуют в разные стороны. Ровно половину становится в шорт, ровно половину становится в лонг. Вот и все. И кто-то пытается друг другу что-то доказать. На самом деле, на мой взгляд, все-таки наиболее продуктивным в плане торговли является совмещение технического анализа, то есть по сравнению каких-то трендов, уровней, с такой очень хорошей вещью, как прайс-экшен. Вот это мне лично больше всего нравится, прайс-экшен, потому что я вижу изменение цены относительно А уровней, относительно трендов и относительно привязкой объемов. И вот... Ну, прайс-экшен, вис-эй, это и есть все технический анализ. Ну, да. Все, что рисует график, по-простому. Некоторые говорят, торгуй по технике, имея в виду вот эти вот только графики и вот эти всякие осцилляторы. Любое слово, которое мы говорим, оно может вызвать гнев. Но если ты видишь изменения в графической формации, это и есть технический анализ. Потому что ты как раз именно и анализируешь технику. Это и есть самая простая техника. Ну, мне просто нравится вот совмещать вот эти вот то, чем ты занимаешься, вот этот вот анализ графика. Вот я не знаю, просто ты про прайс-экшен торгуешь. И в ВИС, и, конечно, вау-минс-экшен анализ. Поэтому я думаю, что да. И еще раз, я это, может, называю как-то это по-своему. Почему мне тяжело сказать, торгую так или нет? Потому что я не читал книг, я не знаю, что это такое. Я не знаю конкретно, как это описано в книжках. Я просто вижу на графике. Но я считаю, что я торгую по техническому анализу. Потому что я ищу паттерны, я ищу фигуры либо продолжения, либо развороты. То есть, да, это называется технический анализ. И мне просто интересно, вот у нас будет специальный гость, который как бы пытается разбить, это не Леша Майтрейд будет, который пытается разбить технический анализ. Я хочу лично у него узнать, как это называется. Может, я прожил 42 года, я торговал 16 лет вместе с тобой, и мы не знаем, что это такое. У нас есть звонок. Борис, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас. Добрый день. Слушаю вашу передачу, периодически очень интересно. А почему периодически тогда? Да. Нет, нет, почему тогда периодически, если очень интересно? Потому что, ну, дела там не попадаю, может быть, там пропускаю эфиры. Да, Борис, мы слушаем. Вот просто тема очень интересная по поводу технического анализа, и по поводу, вот как вы затронули тему о том, что его там... Нет, вот у нас будет, мы просто подводим вас, у нас будет следующая передача, как раз придет молодой человек, который пытается разбить технический анализ. Непременно послушаю, да, и очень интересно. Я звонил как-то вам раз, я торгую уже давно, и торгую только технику. Вот, причем техника у меня такая своеобразная. Вот, я как-то вам звонил, задавал вопрос по поводу того, что, говорю, в чем, вот если вы торгуете на рынке, в нем должна быть причина, почему вы должны быть положительные, да? То есть есть разные подходы там. Абсолютно верно, да, помню звонок. Да, вот у вас, Александр, там паттерны, там, вы там рады рассматривать. А вот есть очень простой подход, который, например, вот вы возьмите любой достаточно ликвидный рынок, то есть я не беру там отдельные акции, возьмите индекс там, или валюту там, или форекс там, что угодно, ну, что-то очень ликвидное. Вот, и там есть удивительная закономерность. То есть если вы возьмете простой трейлинг, вот, ну, скажем, там, вот берете, скажем, например, форекс, да, возьмите там одну фигуру и делаете следующую вещь. То есть если от максимума цена уходит на одну фигуру вниз, вы продаете и держите позицию до тех пор, пока она не пройдет одну фигуру вверх. Да, условно говоря. Вот, так вот. В данной ситуации одна фигура, это имеется в виду какая-то ваша величина измерения, например, там это 100, понятно. Да, любую есть, возьмите там 50 пипсов, 100 пипсов там. То есть это та цифра, с которой вам комфортно работать. Да, какую хотите, да. Так вот, парадокс состоит в том, что все рынки в этом смысле положительны. То есть если вы будете так действовать всегда, вот, то есть вы, например, продали там через там 100 пипсов вниз, там ждете, пока 100 пипсов вверх пройдет, вы переворачиваетесь будете терять, зарабатывать, но в итоге у вас будет плюс. Вот, понимаете, такая простая вещь, вот это и есть причина того, что рынки, они все положительные, с разной степенью положительности, да. Вот. Вот у нас Александр, Александр Вячеславович, с вами согласен, он как раз машет головой, я думаю, он сейчас свое мнение. Да, да, да. Вот, и весь вопрос состоит только в том, сколько вы хотите иметь сделок. Если вы возьмете там 100 пипсов, у вас будет сделок. Я понял, если вы захотите там 200, 300, абсолютно верно, да. Если вы возьмете 200 пипсов, у вас сделок будет в 4 раза меньше, если вы возьмете там 400 пипсов, еще в 4 раза меньше и так далее. То есть там примерно квадратная зависимость. И вам просто нужно вычислить комфортный для вас вот этот уровень, да. Ну и, правда, конечно, это как траншей копать, правда, но вот в этом смысле все рынки положительные. Ну, я с вами соглашусь абсолютно в одном, что, в принципе, если есть система, и сейчас Саша, я извиняюсь, перебил, первичнее своего гостя говорю, а если статистически все время использовать одну систему с одними и теми же стопами, со всем остальным, то рано или поздно она действительно дает... Не, не, она, у них у всех одинаковые параметры. Нам дело в том, что, вот, например, если мы возьмем, то есть это все зависит от... Все это привязывается к какой-то средней. Вот возьмите любую среднюю, да, возьмите конверт, то есть два там средние, ну, два стандартных отклонения на среднюю, у вас получится вот такой конверт, да, который ходит, вот такой червяк, да, который ползает туда-сюда. Любую среднюю возьмите, у вас будет свое там среднеквадратическое отклонение. Это будет влиять только на количество сделок. Да, больше-меньше, да. Ну, в любом случае, она всегда будет положительной. Я всем говорю, вот, если кто-то слушает... И никто, наверное, не верит. Никто не верит. Вот, естественно. А потому что очень трудно поверить, потому что нужно, это что же нужно ждать, это что нужно ждать. Нет, люди все время думают постоянно, что должно всему... Если вы возьмете один параметр, у вас могут быть просадки в 10-20 отрицательных сделок, отрегулируйте правильно стопы, и там, если вы возьмете другой, чуть-чуть больше, у вас будет там 10-5 сделок, 2 сделки, там, просадка и так далее. То есть все регулируется стопами, и... Боря, вы знаете, я в прошлом году, когда первый раз пришел на радио, я рассказывал, у нас летом, когда мы немножко стояли в рейнже перед августом, у нас есть система, я ей рассказывал, о ней ничего секретного нету, она дала подряд 59 убыточных сделок подряд. Ну, это у вас, наверное, очень маленький стоп был. Да, стоп очень короткий был, она 59 стопов дала, и потеря была не очень большая, потому что риск на сделку составляет где-то 0,15, и там, помимо того, что 0,15, еще есть проценты депозита, то есть каждый раз уменьшался процент депозита захода в позицию, и, по сути дела, всего на 60 сделках потеряла 9,5% суммарно. Но потом за три сделки, как вы правильно сказали, она все отбила. Я извиняюсь, я отобрал слово у Александра Вячеславовича. Александр Вячеславович, ваше мнение. Борис, оставайтесь с нами на линии, как раз поучаствуйте в разговоре. Александр Михайлович, это Боря, Боря там у нас. Да, если бы технический анализ не работал, тогда, собственно говоря, ради чего писалось бы столько книг. Потому что есть тысячи трейдеров успешных. Я отвечу на твой вопрос, я сегодня прочитал, для чего пишутся книги, чтобы мы с тобой и Боря, наверное, заработали на этом деньги. Нет, просто есть достаточно много, я знаю, просто людей успешных, которые торгуют по технике. Борис, у нас нет вашей фамилии, только имя, нет ни телефона, ничего. Вы успешный человек, только вы зарабатываете деньги на рынке? Вы знаете, да, я их не теряю, по крайней мере. Просто стартовые капиталы, надо жить на что-то. Я никак не могу развиться, но в принципе я совершенно четко вижу, что... Можно жить с этого. Да, нет, жить с этого абсолютно точно можно. Главное выбрать... У меня вот рекомендация для всех. Если вы будете пользоваться такой системой, то выберите... Посчитайте каким-нибудь образом, любым, средний размер дня. Вот, например, вот индекс РТС у нас, да, на фьючерсный индекс РТС. Вот я считаю средний размер дня. Вот если он... АТР, по-простому. Да, ну, его можно по-разному посчитать, это уже, так сказать, ваше там право. Ну, берите... У нас, Боря, 30 секунд, 30 секунд осталось. Да, от 3 до 10 тысяч. Вот возьмите 5 тысяч и входите. А, нет, вы имеете в виду, когда не АТР, получается... Да, я просто... Просто... Движение вверх-вниз, вверх-вниз. Средний размер дневного бара посчитайте за какое-то время. Вот, если вы будете брать 5, там, 5 тысяч пунктов, то у вас количество сделок за год будет, там, 40-50 штук, и вы будете зарабатывать, там, примерно 25 тысяч. Боря, все, извините, к сожалению. Дорогие друзья, у нас Александр Вячеславович Патайин был, главный аналитик компании РГС с управлением активами. Всем огромный привет, успехов. Через неделю повоюем насчет технического анализа. Всего доброго. Саша, огромное спасибо. Спасибо.